Доброе утро, дорогие друзья! Как же мы рады этот день встречать вместе с нами! И с вами, соответственно, тоже для вас работает Александр Ткачев и Салия Салямова в прямом эфире. Всем привет, друзья! Просыпайтесь! Мы надеемся, сможем зарядить вас порцией хорошего настроения. Ну и, конечно же, рассказать о самых важных и актуальных новостях. Я думаю, без этого сегодня не обойдется. Я напоминаю, что работаем мы сразу на двух телеканалах. Первый крымский, Крым24. И вы можете открыть любой из них и прямо с экранов созерцать наши светлые лица, которые желают вам доброго утра. Ну, а я, в свою очередь, хочу напомнить и поблагодарить Академию строительства и архитектуры за предоставленную нам сегодня площадку, которая называется «Зимний сад». Именно здесь мы работаем. Здесь расположилась наша студия. И здесь начинается наше утро. Я предлагаю сделать небольшой анонс. О чем же вы сегодня узнаете в прямом эфире прямо сейчас? Нужно, чтобы пальцы были открыты для проведения захватов. Смешанные единоборства. Почему их выбирают девушки и каких вершин достигают женщины-борцы? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, Ирина Борелюк изучила несколько приемов. Этот экспонат обладает современными технологиями. Например, функции ночного видения. Сигнализация и видеонаблюдение. Как сегодня умная техника справляется со своими обязанностями? Также во время тренировки человек начинает глубоко и, что немаловажно, правильно дышать. При этом вырабатывается углекислый газ, который обладает противотревожным эффектом. Успокаивает организм. Упадок сил, повышенная раздражительность и сонливость. Осенью многих одолевает апатия. Как бороться с сезонных андрой, знает Стефан Филатов. 124 года назад на свет появился самый обаятельный хулиган России и один из популярнейших поэтов начала 20 века. Сергей Есенин. Об этом и многом другом в эфире программы «Утро нового дня». После небольшого анонса сегодняшнего эфира я предлагаю поговорить о новостях, потому что наши корреспонденты собирали самые интересные, самые отборные новости по всей территории нашего славного полуострова. Но сначала я хочу поблагодарить компанию «Фавила» за предоставленную нам эту мебель, которая создает уют и комфорт. Надеюсь, вам тоже. Я заметил под твоим глазом, что тебе весьма комфортно. Это точно, это правда. Ну что ж, давайте к новостям. Дело все в том, что золотое жилье для Крыма – это не только метафора. За последнее лето стоимость одного квадратного метра поднялась почти на 2000 рублей. И это отразилось не столько на стоимости квартир, сколько на стоимости аренды. За нее жителям полуострова иногда приходится отдавать половину своей зарплаты, а может быть даже и больше. Дмитрий Попов сравнил финансовые возможности крымчан и жителей Москвы, а также оценил предложения на рынки недвижимости двух регионов. Мягкий климат и хорошая работа – это основные причины, по которым семья Павловых переехала из Ростовской области. Сейчас снимают жилье и мечтают о своем. Прицениваются еще двушку в новостройке. Крупногабаритная, чтобы разместить все наши вещи. Детская комната у нас, там тоже много всего, домики, кроватки. И это все занимает шкафы, полностью всю комнату. В последнее время спрос на жилье в Симферополе немного спал. Несмотря на это, цены растут. За три месяца квадратный метр в среднем подорожал на 2000 рублей. Причины, как говорят риэлторы, в комфорте. Территорию вокруг домов приводят в порядок. Рядом строят школы, больницы, супермаркеты. Крым развивается, и в Крым вкладывается много финансовых ресурсов. И людям становится все более выгодно, и выгодно сюда приезжать. В Евпатории, несмотря на рост цен, квартиры раскупают, как правило, приезжие. В основном берут для постоянного проживания. Летом многие люди более активно работают, и недвижимость сдается в аренду, поэтому нет возможности ее продавать или показывать. Осенью рынок оживает. Самые популярные – однушки. 71 тысяча рублей за квадрат. Кстати, крымские – одни из самых дорогих в стране. Цены выше только в трех регионах – Москве, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Как отмечают эксперты, рост продолжится. Строительно-монтажные работы дорожают. И, скорее всего, это тоже наверняка отразится стоимостью жилья. Давайте сравним цены нашего региона с Москвой. В новостройках на полуострове квадратный метр стоит 64 тысячи рублей. В столице – 195. На вторичном рынке Крыма – 61 тысяча против 176. Если покупать квартиру на этапе строительства, цена ниже на 15-30%. Это двухкомнатная квартира на завершающем этапе строительства. Ее площадь – 60 квадратных метров. Сейчас она стоит 4 миллиона рублей. Но когда уже все будет готово, цена повысится на 500 тысяч. Каждый третий покупатель берет квартиру в ипотеку. На полуострове процентные ставки выше до 2%. Причина – отсутствие конкуренции среди банков. Предлагают свой ипотечный продукт по ставке от 9% годовых. И не нужно забывать о субсидированных ипотеках, ипотеках с соцподдержкой, которые дают возможность кредитования от 6% годовых. Среди них – жилье для российской семьи. Благодаря этому в Алуште в прошлом году появился новый дом. Обязательным условием программы была цена 35 тысяч рублей за квадрат. Поэтому Валентина Горобченко, как и другие покупатели, долго над таким предложением не думала. Я сразу выбрала себе квартиру, еще даже не знаю, попадаю я в эту программу, нет. И забронировала ее сразу. Финансовые возможности у жителей полуострова в разы ниже, чем у москвичей. Если у нас в регионе средний доход 28 тысяч рублей, то там 79. Вот и получается, что купить жилье крымчанам совсем непросто. Работать на однокомнатную придется больше 10 лет. Аренда тоже не из дешевых. В Крыму 21 тысяча в месяц, тогда как в столице 37. Причем в республике этот ценник может меняться в зависимости от сезона. Особенно это часто прослеживается в южной столице. Все, кто снимали по 17 в зиму, им добавляют 7-8 тысяч. Мне получается 25 тысяч летний период. Май, июнь, июль, август, сентябрь. Вот эти выранник хватит по 25. После открытия железнодорожной части Крымского моста, как предположил глава республики Сергей Аксенов, цены на все группы товаров могут упасть. Это касается и стройматериалов, что и может повлиять на рынок недвижимости. Дмитрий Попов, Александр Федорчак, Олег Черемизин, Анатолий Агеев. Новости 24. Бархатный сезон продолжается. В Крыму местные синоптики обещают теплую безобычную погоду всю первую декаду октября. А вот как они собирают данные и насколько сложна эта работа? Наш корреспондент в Керчи побывала на станции метеонаблюдения и готова рассказать, как же работает метеорологическая служба и какой погоды ожидать от этой осени. Давайте посмотрим в репортаже Екатерины Рябовой. Вот это скорость, вот это направление ветра. Точность, внимательность, пунктуальность и немного романтики. Это все о профессии метеоролога. Наблюдения за погодой в Керчи ведут с 1949 года. Наталья Дзимко на посту 38 лет. Информацию собирает при помощи приборов и на основе собственного опыта. У нас есть специальные ориентиры видимости. И вот смотрим, вот сейчас все горы у нас открыты, получается у нас видимость 20 километров. Наблюдения ведут днем и ночью, в жару и в холод, в дождь и во время снегопадов. Каждые три часа сотрудники бюро записывают данные о погоде. Эта площадка – главное поле деятельности метеоролога-наблюдателя. Здесь есть оборудование для измерения продолжительности солнечного сияния. Вот эти термометры показывают температуру почвы. Здесь можно узнать уровень осадков. А тут, в этой будке, установлены четыре термометра. Они показывают температуру воздуха. Можно посмотреть минимальную, максимальную температуру воздуха за три часа, а также срочную. Для каждого вида измерений своя методика. К примеру, длину солнечного дня показывает гелиограф, состоящий из округлой линзы и сменных лент. Ставится лента, он меняется в пазах. То есть, когда солнце переходит уже на другую сторону, паз меняется. Прожоги на ленте указывают на продолжительность солнечного сияния. Направление и силу ветра фиксируют датчики на мачтах. Усредненные данные записывают в специальные журналы и передают синоптикам. Их задача – проанализировать информацию в совокупности, составить расчеты и сформировать прогноз. Уже сейчас в Керченском гидрометеобюро знают, какой будет погода этой осенью. Первая декада октября будет теплая. Единственное, что на эти выходные мы ждем небольшой дождь, но температура не будет низкая. А уже вторая декада октября будет попрохладнее, попасмурнее, подождливее. Синоптики с опытом отмечают. Исходные данные нередко противоречивы. Поэтому в работе аналитика важны знания и опыт. Это ответственный труд, от которого зависит деятельность целого ряда служб и организаций. Строительство моста и непосредственно функционирование сейчас этого мостового перехода обслуживаем. Лоцманская проводка судов по Керченскому проливу, гидрометеобеспечение – это тоже наша непосредственная задача. На метеопосту в Керче 16 человек. Старшие сотрудники передают опыт молодому поколению. Чтобы идти в ногу со временем, оцифровываются архивные данные. Применяются новые технологии, делающие прогнозы более точными. Екатерина Рябова, Сергей Маренко, Новости 24, Керчь. Просторные помещения. Современная мебель, обучающие и развивающие программы. В селе Журавли Сакского района открыли детский сад на 100 мест. А на 160 в селе Приозерное Ленинского района. Как открывали двери для самых маленьких крымчан, видела Елена Байрамова. Маленькая Софья вместе с мамой Людмилой одни из первых пришли на открытие модульного детского сада. События ждала вся округа. Раньше дети занимались у нас при школе. Было всего лишь две группы. Ходило около 50, общее количество детей – 50 человек. Детский сад у нас работал с 8 до 2 часов. Это было неудобно, потому что родители, многие работают сейчас, и детей было некуда девать. И так было на протяжении двух лет. Сюда ходили дети из трех сел – Журавли, Долинка и Листовое. Добились того, что из этих трех сел будут подвозить дошколят. Уже договор заключен. И в эти дни, в ближайшие дни, мы также заключили договора с питальщиками, которые будут нас кормить. Мебель качественная и современная, развивающие и обучающие игрушки для четырех групп. А Журавушкой учреждение назвали в честь родного села. К строительству детского сада приступили в ноябре 2018 года. Он рассчитан на 100 мест. Территорию огородили. Сейчас продолжается установка детских игровых площадок. Работу учреждения начнет через несколько недель. До конца 2019-го в Саксском районе введут в эксплуатацию модульные учреждения в Лесновке, Вересаево, Уютном и других населенных пунктах. Они примут 900 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Радостный повод для перерезания красной ленточки и в поселке Приозерное Ленинского района. Детский сад открывает свои двери для 160 малышей. Они будут обучаться в 8 группах. На кухне на современном оборудовании уже готовят горячие обеды. А это игровой зал. Здесь каждый ребенок найдет занятие по душе. Сейчас, конечно, устраивают такие масштабы вообще. Группы светлые, огромнейшие. Мы там работали в двух группах. Нам было тяжело. У нас не было отдельного музыкального зала. На возведение сада потратили 186 миллионов рублей. В этих стенах готовиться к школе будут малыши из Ленинского района и Керчи. Это первый садик в рамках федеральной целевой программы. Реализованный проект, готовый, введенный в эксплуатацию. Поэтому для нас он очень важен. Потому что, собственно говоря, тут и проект был непростой. Поскольку Приозерное, вы знаете, болотистая почва. Здесь рядом есть зона подтопления. Поэтому даже все время здесь ИЧС объявляли. Но со сложностями справились. Объект построили вовремя. Всего же мы ввели за вот эти пять лет неполных 22 тысячи мест по Крыму. Это очень приличная цифра, потому что мы смотрели работу других регионов. Темпы у нас достаточно высокие и динамичные. До конца 2024 года в Крыму планируют построить модульные здания и новые детские сады, которые смогут принять еще 19 тысяч малышей. Это полностью ликвидирует очереди в республике. Елена Байрамова, Мария Антишина, Андрей Заричный, Александр Коваль. Новости 24. Салин, позволь поделиться с тобой своим душевным переживанием. Позволяю. Вот, ты знаешь, я все жалуюсь на то, что вот, холодно стало, осень настала. Это правда, очень часто. А ведь задуматься только, а ведь на самом деле уже октябрь, сентябрь прилетел так, что мы даже с тобой и не заметили. И тут уже впору подумать о том, то ли зима катит в глаза, то ли зима близко. Ну и на что ты хочешь пожаловаться, что слишком быстро время летит? И на время хочу пожаловаться, и на то, что, ну это уже не жалобы, это скорее радость. И потому что все-таки в крымском, в крымской осени есть прелесть. Вот я смотрю фотографии товарищей, которые сейчас в Казани и в других регионах России. Там уже зима, там уже люди в куртках ходят, в капюшонах, в шапках, а у нас-то еще летом, днем, можно сказать, почти как летом. А в некоторых регионах так вообще выпал снег, а у нас золотая осень и тепло, и днем до плюс 20, и даже больше. Даже больше вчера было жарко. И даже можно в море купаться еще. Я хочу сказать, что не такая уж она и золотая. Половина деревьев еще вообще зеленая. Ну, ты знаешь, уже начинает золотиться, и выглядит это очень красиво. Но, знаешь, Саша, я тебе предлагаю прямо сейчас узнать погоду сегодняшнего дня, а не гадать и все-таки делать какие-то свои предположения, какой будет эта осень. Саша, я тебе предлагаю. Саша, я тебе предлагаю. Саша, я тебе предлагаю. Саша, я бы хотел все-таки продолжить тему погоды, которую мы только что завершили. Например, вот в нашем ботаническом саду в реакцию на эту теплую осень расцвели магнолии листопадные. Представляешь себе, второе цветение в этом году. Это означает, что зима у нас все-таки по-настоящему мягкая. И люди ходят вокруг этих деревьев и фотографируют, и очень бережно к ним относятся. Но, к сожалению, далеко не везде в Крыму так. Вот в Феодосии совсем другая ситуация. Да, и та ситуация, которая там развернулась, вы сейчас можете увидеть на своих экранах. Билборды, которые неизвестные хулиганы просто-напросто разбили. Каким образом, тоже остается под вопросом. Ну, скорее всего, это делалось с помощью каких-нибудь подручных фрез. А вот для чего? Ну, конечно же, для того, чтобы оставить такой вот след в истории после себя. Геростратова слава, кажется, это называется. Перевернутые скамейки. Дорогие друзья, еще хочется раз обратить ваше внимание на то, что чистота вокруг нас – это заслуга далеко не всегда коммунальных служб, а в первую очередь нас самих. Поэтому давайте более бережно относиться к окружающей природе, к тому, что создают наши руки. Ведь мы все живем в этом окружении, так или иначе. Саша, ну вот еще одна новость, которая вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. И мне бы хотелось узнать также твое мнение по этому поводу. Дело в том, что, наверное, многие уже слышали, что с 2020 года повысятся акцизы на винную продукцию, то есть на вино. Это, конечно же, означает и подорожание именно этого продукта, этого алкогольного напитка. И вот здесь мне интересно узнать твое мнение. Мое мнение, конечно же, я не буду высказывать этот вопрос. Но вот знаешь, что вы там мне напомнили? Я вспомнил в свою молодость и советские годы, и советские напитки алкогольные. Вот как они замечательно назывались. Вот, например, был такой напиток под названием «Золотая осень». Стоил он 1 рубль 15 копеек, и называли его «Зося». А было такое тоже легендарное вино «Биламицне». Назывался в народе этот напиток «Биомицин». Стоил 1 рубль 70 копеек. Ну, знаменитый, конечно. Цены, конечно, отличаются от нынешних. Да, знаменитый портфейн «Три топора», который стоил. На этом, секундочку, уже дорогой напиток был. 3 рубля 40 копеек он стоил. Ну, видишь, как они врезались в твою память, несмотря на то, что, наверное, тебе тогда было не больше 5 лет, а может, даже еще меньше. Ну, больше было, много больше, да? Ну, уж и говорить-то. Ну, в общем, эту тему мы еще обсудим с нашим гостем, более подробно расскажем о том, как же это в итоге повлияет на всю винную продукцию, ожидает ли удорожание, и будут ли еще какие-то негативные последствия. В первую очередь для нас, крымчан, ведь, как известно, мы выращиваем виноград, и мы славимся своей винной продукцией. Ну, а прямо сейчас мы предлагаем перейти на улицы Симферополя, где находится наш мобильный корреспондент Александр Кононов, и я думаю, что что-то интересное он тоже нам готов поведать. Доброе утро, коллеги! Как вы можете видеть, я нахожусь прямо сейчас в центре города Симферополя. Где уже встало солнышко, и оно потихоньку начинает пригревать. Улицы постепенно заполняются оживленно бегущими и спешащими на работу людьми. Ну, а я буду прогуливаться и, конечно же, сообщать вам какие-нибудь интересные, актуальные новости и события, в которых вы также можете поучаствовать. Вот, например, в Симферополе стартовала благотворительная акция, которая называется «Поможем детям». Об этом рассказала нам пресс-служба администрации Симферополя. Вот, Ассоциация инвалидов Республики Крым предлагает всем желающим принять участие в сборе всех необходимых вещей и товаров для детей-инвалидов. Так, в рамках акции проводится сбор игрушек, книг, канцелярских товаров для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов, которое проходит 3 декабря. Также в администрации отметили, что детям необходимы канцелярские принадлежности, шариковые ручки, карандаши простые, развивающие игры для рисования, а также пазлы, конструкторы, мозаики и художественная литература. Сбор игрушек и канцелярских товаров будет осуществляться в помещении Ассоциации в будние дни с 9 до 5 вечера по адресу Трубаченко, 14. Я хотел бы обратиться к вам, дорогие друзья, если вы неравнодушны, если вам есть чем помочь, то обязательно нужно помочь всем нуждающимся детям, потому что, как говорится, дети – это цветы жизни. На этом, коллеги, у меня, в принципе, все. Я продолжаю прогуливаться далее и сообщать вам что-нибудь интересненькое. Саленька, ты знаешь, за что мне берет гордость? За что? Не только за крымское вино, но и за тех людей, которые употребляют это вино весьма ограниченно. Я имею в виду спортсменов. Вот, например, мастер спорта Азамат Закуев из Симферополя стал победителем 9-го открытого всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров. А ты знаешь, какая меняющая радость распирает, можно сказать, что в итоге он получил самый главный приз. Как ты думаешь, что это? Это вина? Нет, автомобиль. В общем, действительно, у нас есть кем гордиться. Выступали наши спортсмены во Владикавказе. И было 10 вообще участников, среди которых Азамат Закуев и стал самым лучшим. Он выступал в весовой категории 86 килограммов. Но знаешь, Саш, у нас не только мужчины приносят победы, и не только они выбирают такой вид спорта, как, например, борьба, то есть совершенно не женские, а также, как вы уже догадались, девушки и женщины-борцы тоже есть среди нас. Очень опасные женщины. Я бы с ними побоялся знакомиться. Хотя, не знаю, может быть, наоборот, ты такой женщиной, если будешь чувствовать себя как за каменной стеной. Да, и в случае какого-то нападения она сможет тебя защитить, постоять. Лучше избегать любых родов нападений. О том, как же девушки занимаются таким сложным и опасным видом спорта, как борьба, давайте посмотрим в следующем сюжете. Бег до изнеможения, отжимания и бёрпи. Это нестандартное армейское утро, а только начало тренировки Несо Мирмуминовой. Полтора года назад девушка начала заниматься смешанными единоборствами и сразу поняла, что это то увлечение, которое она так долго искала. Выбирая смешанные единоборства, так называемые ММА, нужно быть готовым как к силовым нагрузкам, так и к моральным в виде спарринга. Трёхминутный раунд способен сильно измотать неподготовленного человека. Было тяжело, потому что после, допустим, я занималась в зале для себя, но это другое, а тут именно нагрузка больше, я не одна в зале, другие ребята, мне как-то немного некомфортно, где-то стыдно, потому что я понимаю, что удар еще не поставлен, далеко не поставлен, и вот тут были нюансы. Интересно, что в ММА практически отсутствует специальная экипировка. На соревнованиях спортсмены-мужчины бьются с обнаженным торсом, без обуви и шлемов, допускаются лишь капой бандаж. У женщин добавляется протектор на грудь, а вот на тренировках используют полноценную защиту. Боксерские перчатки, у них больше унций, они крупнее, и здесь спрятаны пальцы. А для наших смешанных единоборств нужно, чтобы пальцы были открыты для проведения захватов. Перчатки для смешанных единоборств еще называют шингарды. Бойцы вынуждены использовать это средство защиты, чтобы как можно меньше ранить лицо противника. Ведь ММА — это полноконтактный бой с элементами каратэ, джиу-джитсу, тэквондо и бокса. В современных смешанных единоборствах используются броски, удушающие болевые приемы и, конечно же, удары. В зависимости от выбранной тактики удар может быть одиночным или серийным, наноситься по конечностям, в туловище или в голову. Серия ударов наносится с места, с шагом, с разворота, в прыжке, в стойке или в портере. Классической комбинацией в смешанных единоборствах считается сочетание джеба — это прямой удар передней рукой и прохода в ноги. Ну а делать эту комбинацию нужно максимально на взрыве. ММА — довольно травмоопасный вид спорта. Тем не менее, все больше женщин занимается им. Представительницы слабого пола больше не хотят быть слабыми. Единоборств им дают уверенность в себе, стрессоустойчивость и силу побеждать житейские неурядицы. Это такие умения, которые в жизни всегда пригодятся не только девушкам, но и парням, потому что в любой момент может случиться какая-то неожиданная ситуация вокруг тебя даже. И наши единоборства позволяют вовремя и быстро среагировать. Мастера ММА уверяют, что смешанное единоборство, впрочем, как и другие боевые искусства, больше, чем спорт. Это целая философия, а бойцы ведут сражения не столько с соперниками, сколько со своими слабостями. Ирина Борилюк, Максим Турчев. Утро нового дня. Саленька, я предлагаю вернуться к теме виноделия, потому что все-таки для нашего региона это особенно актуально. Ведь известно, что в Крыму очень благоприятный климат для роста этой культуры. И более того, здесь развиваются такие науки, например, энотерапия, лечение виноградом. И я, надо отметить, сказал бы борец за эту культуру. Но вот теперь у нас возникает вопрос, а какое же будущее в итоге будет не только у энотерапии, но вообще у вина, у крымского вина. И у нас уже в гостях находится Константин Бахарев, депутат Государственной Думы Российской Федерации. И вместе с ним обсудим эту наболевшую для всех тему. Доброе утро, Константин Михайлович. Мы, конечно, как люди не пьющие, очень сильно все равно обеспокоены этой новостью. Нам есть чего бояться, Константин Михайлович? Знаете, мне кажется, нет особого повода для беспокойства, особенно у крымчан. Вот ваш коллега вспоминал прославленные советские вина и цены на них в советский период. Но почему цены в советский период на вины были такими низкими? Во-первых, на полках в магазинах рядом не стояли французские, итальянские, испанские, чилийские, аргентинские и прочие вины. Это раз. Это первая причина. И основная, наверное. И вторая причина, тоже не менее важная, это то, что в советский период виноградников было в разы больше. Если говорить о Крыму, то в Крыму было более 100 тысяч гектаров водоносящих виноградников. Сегодня менее 20 тысяч, то есть в 5 раз меньше. Более того, сегодня во всей России, в нашей огромной стране, порядка 90 тысяч гектаров виноградников, из них водоносящих не более 70 тысяч. То есть сегодня в России меньше, чем в одном Крыму. Вы тогда свои слова опровергаете. Почему? А потому что у нас получается меньше площадей, а акций выше, чем это было раньше, чем было в советское время. Нет, тут как раз связь прямая и абсолютно обратная. Для того, чтобы их стало больше, я имею в виду винограда больше, у нас сегодня не хватает сырья. И сегодня наполовину мы завозим ипортный виноматериал, потому что не хватает своего виноматериала, отечественного производства. Наша задача, задача государства оказать поддержку тем, кто выращивает виноград. Поэтому сегодня, во-первых, какие виды поддержки есть? Прямые государственные субсидии, безвозвратные, безвозмездные, на высадку виноградников, на раскорчевку тех виноградников, которые вы выбыли из плодоношения. То есть непродуктивные виноградники. И второе, это пониженные льготные ставки акциза по сравнению с импортным вином и тем вином, который изготавливается на территории Российской Федерации, но и из импортных виноматериалов, заводимых за рубежа. Но вот эта вторая мера государственной поддержки, льготный пониженный акциз, вызвала возражение у Всемирной торговой организации, куда, как вы знаете, входит и Российская Федерация. Дело в том, что норма ВТО прямо запрещает устанавливать разные ставки налогоблажения для отечественных и зарубежных товаропроизводителей в одной категории продуктов. Потому что считается, что это протекционизм, который ставит импортеров в более дискриминационное положение. Поэтому ВТО посчитали, что Россия нарушила свои обязательства как член организации для того, чтобы избежать расследования и санкций различных, применимых в нашей стране. То с 1 ноября 2020 года правительство Российской Федерации приняло решение выровнять ставки акциза. Подчеркиваю еще раз. Просто выровнять на импортное и российское вино. Но поскольку у нас задачи государственной политики в серии виноградовства и виноделия не меняются, то есть мы по-прежнему хотим поддерживать рублем, не только словами, и не столько словами, сколько рублем, отечественного производителя качественной винодельческой продукции, то мы предложили с 1 января, наряду с выравниванием ставки акциза как таковой, такую меру, как налоговый вычет. Поэтому мы одновременно принимали изменения и в бюджетный кодекс, которым утвердили субсидии, как отдельный вид государственной поддержки для высадки новых виноградников, и изменения в налоговый кодекс, также государственная дума приняла их в третьем чтении, Совет Федерации одобрил, и президент подписал буквально на днях, и вот с 1 января вступит в силу. Так вот, то, что касается налогового вычета, эта мера поддержки будет распространяться как раз только для тех производителей вина, которые свою продукцию изготавливают из винограда, вращенного в Российской Федерации. Более того, я хочу сказать, что наши российские и крымские, в том числе виноделы, с которыми мы общались на этапе подготовки закона первоначально, отнеслись, как и вы, к этой мере достаточно настороженно. Но когда правительство раскрыло формулу этого налогового возмещения, и виноделы смогли посчитать, сколько же они будут платить с 1 января, то оказалось, что эффективная ставка налогообложения, то есть объем налоговых затрат в пересчете на одну бутылку вина, для них будет с 1 января ниже, чем сегодня. Поэтому сегодня и крымские, и российские виноделы, и мы общались с руководством Союза винограда и винодела в России, это профессиональное сообщество, объединяющее всех виноград и винодела в нашей стране, сегодня поддерживают принятие этого закона, потому что в этом случае меры государственной поддержки будут направлены именно для отечественных производителей вина. В то время как импортеры, безусловно, немножко пострадают, наверное, по сравнению с нашими, но у нас цель, еще раз, поддержать наших. И здесь еще есть две тонкости, если у нас есть время о фирме, я могу об этом рассказать. Во-первых, этот налоговый вычет впервые будет касаться производителей ликерных вин. И вот здесь мы уже говорим, в первую очередь, о крымчанах, потому что сегодня значительная линейка крымской винодельческой продукции, в том числе таких наших производителей, как Массандра, это вина, которая относится к категории ликерных. Когда Крым в 2014 году воссоединился с Россией, мы столкнулись с удивительным фактом, что в российском законодательстве вообще отсутствует ликерная вина как категория. Именно поэтому первые годы, в 2014-2015 году, даже на таких известных винах, как там мускат белого-красного камня, который уже сто лет уже, который в советские годы назывался вином, на этикетках вынужден был маркироваться как винный напиток, потому что формально он не подходил под категорию вина. Сейчас ликерные вина уже внесены в российское законодательство, и налоговая часть, в том числе, будет распространяться на эту категорию. И второй момент уже очень важный. До сегодняшнего дня действует льготная ставка акциза на винные напитки. Мы эту ситуацию выравниваем, и на сегодняшний день виноделы, кстати говоря, это их инициатива была, не наша. Они считали, что они находятся в дискриминационном положении с производителем винных напитков, потому что, вы же понимаете, по законодательству, по всем ГОСТам, если вино должно быть на 100% изготовлено из винограда, то винные напитки только на 50%. Остальные 50% это вода, вкусовые, пищевые добавки, фруктовые соки и так далее. Себе стоимость такой продукции, конечно, дешевле. Поэтому и на полку он становится по более низкой цене, и, в принципе, отбирает большую долю потребителей и у производителей качественной винодельческой продукции именно в категории вино. Вино дороже, винные напитки дешевле покупателей, особенно неискушенные, не будет вникать и будет голосовать рублем. Сегодня мы немножко выравниваем тоже, и практически по одной цене на полке будут стоять и вина, и винные напитки. На мой взгляд, это важно, потому что мы ориентированы, в первую очередь, на то, чтобы поддержать производителей качественной винодельческой продукции, производителей российского вина. Константин Михайлович, а вот наши вина, они экспортируются? Конечно, они экспортируются. И крымские вины экспортируются, в том числе такие... Но в качестве ликерных напитков или винных напитков, или хорошего вина? Ну, посмотрите, вино есть разных категорий. И тихие столовые вины, и сигаристые шампанские вины. В Крыму производится практически вся линейка. И ликерные вины, о которых вы сказали. Сегодня крымская продукция, она экспортируется из страны Содружества независимых государств, и страны дальней Азерберии, в том числе Китай берет нашу продукцию охотно. Но здесь понимаете, что очень важно. Вот я перед нашим разговором слышал, как вы говорили о возможном росте цен. Здесь тоже надо телезрителям нашим понимать один простой момент. Во-первых, возможен спекулятивный рост цен в любом случае. Потому что, мы же знаем, часто рост цен происходит просто потому, что с 1 января растут цены. Есть такая давняя советская традиция. И по спекулятивным ростам я подразумеваю тот рост, который экономически не мотивирует. Но просто могут воспользоваться предлогом о том, что новый закон вступит в силу с 1 января, и можно подняться. Если же говорить об экономическом росте цен, то вот именно для крымских вин, для вин российского производства, экономические предпосылки отсутствуют. Потому что, повторюсь, эффективная ставка налогообложения пересчитана на 1 бутылку вина с 1 января для производителей крымских вин, и российских в целом, даже понизится. Но не будем забывать вот о чем, друзья. Между производителем и конечным потребителем винодельческой продукции есть еще два звена. Это опт и розница. Розничные сети и оптовые торговцы. И вот здесь, конечно, очень сложно предсказать. Я не буду вас прервать, потому что режиссер время спешит. Но я думаю, здесь мы можем подвести такую черту, что наши вина не подорожают. Не должно все хорошо, что импортно и возможно, а крымские вряд ли. Большое спасибо вам за рассказ. Напоминаю, в гостях нашей студии Константин Михайлович Бахарев, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Спасибо вам за рассказ. Ну а мы двигаемся дальше. Я как раз хотел сказать, что часто осенью вспоминают о хандре. Ее лечат и вином в том числе. Ну а еще о других способах, как можно все-таки повысить тебе настроение, расскажет более подробно Стефан Филатов в своем сюжете. Проверить документы, собрать квитанции, а затем направить бумаги в нужный отдел. Ежегодно с наступлением осени у Виолеты Бойко наступает период, когда, казалось бы, привычную работу выполнить гораздо сложнее, чем обычно. Еще весь день впереди, а откуда силы брать, не знаю. Даже с утра проснуться очень сложно. Да еще и грусть это. Что неудивительно, ведь и на улице уже прохладно, и световой день становится короче. У многих осенняя хандра проявляется в повышенной раздражительности, сонливости и даже апатии. В попытке побороть поникшее состояние одни заранее запасаются медицинскими препаратами, другие записываются на прием к психологу, а третьи используют самые доступные методы. Шутки, смех и, как следствие, хорошее настроение. По результатам социологических опросов, юмор – один из самых популярных способов победить осеннюю хандру. Включаем стендап хорошего комика и готово. А еще лучше – шутить самому, изменив отношение к самым обыденным вещам. А теперь представьте, как после этого я добирался на работу. Я представляю. Ну а тем, кто не хочет общаться с людьми, да и тем более, когда день не задался, дорога на спортплощадку. Ученые выяснили, что люди, чья работа связана с физической активностью, намного реже любят погрустить. Также во время тренировки человек начинает глубоко и, что немаловажно, правильно дышать. При этом вырабатывается углекислый газ, который обладает противотревожным эффектом, успокаивает организм. Так что добавляем в режим дня регулярные тренировки и вычеркиваем из списка покупок носовые платки. Тем более, те, кто сталкиваются с проблемой ежегодно, знают, насколько важен режим дня. Правильное питание и полноценный сон. Хотя у каждого, конечно, способы свои. Саморазвитие, возможно, что-то почитать, что-то узнать новенькое, общение. Это всегда поможет. Надо путешествовать больше. Одеваться, идти в Крымские горы, идти на побережье, дышать воздухом. Я танцую в университете и на тренировках постоянно. Поэтому, ну, я, может быть, потому что отвлекаюсь, поэтому и не страдаю. Если ничего из перечисленного не помогает, пора задуматься, с тем ли вы боретесь. По некоторым признакам осенняя хандра схожа с депрессией. Только во втором случае дело обстоит куда серьезнее. Отсутствие желания что-то делать, отсутствие радости от занятий, которые человек раньше его радовали, сейчас они его абсолютно не вдохновляют. То есть это равнодушие, это агрессия немотивированная, это расстройство сна, расстройство питания. И эти симптомы должны длиться больше двух недель. Если больше двух недель, то уже есть все основания обратиться к специалисту. Особое внимание в борьбе с осенней хандро и депрессией специалисты акцентируют на цветотерапии. А где, как ни на выставке картин, найти такое обилие и буйство красок? Кстати, как показывает практика, после посещения всевозможных выставок у людей зачастую просыпается желание творить. А это и есть один из самых действенных способов победить плохое настроение. Стефан Филатов, Максим Турчев. Утро нового дня. Салья, ну ты знаешь такую вот фразу известную? «Лондонский мост падает». Нет. А тайваньский мост падает. Теперь я эту фразу, к сожалению, знаю. Потому что недавно там произошло то, что вы можете увидеть на своих экранах. И то, что как раз таки и в прямом смысле означает это выражение. Я хочу сказать, я когда вчера это видео смотрел, был несколько поражен. И даже, можно сказать, шокирован. Потому что, когда обрушается 140-метровая конструкция высотой 18 метров, при этом на ней был автомобиль, бензовоз. Да. То это вызывает просто шок. Надо сказать, что, к сожалению, без последствий тоже не обошлось. Пострадали люди. Слава богу, никто не погиб. Но, тем не менее, травмированы были достаточно много человек. И они влагогоспитализированы. Да, этот мост упал на рыбацкие лодки, которые были полны людьми. И, кстати, была после этого такая волна, конечно же, после того, как мост упал. И пострадали люди, которые находились и на берегу, и, как я уже сказала, в лодках. В общем, это ЧП теперь, можно сказать, мирового масштаба. Потому что абсолютно все следят за тем, как развиваются события. Там еще, к сожалению, есть люди, которые находятся в поиске. То есть их разыскивают. Их судьба пока что неизвестна. Но будем надеяться, что все закончится хорошо. И будем следить и доложим вам о том, как развивается ситуация. Ну что же, я предлагаю теперь из Тайвани перенестись в Симферополь. Дело все в том, что наш мобильный корреспондент Александр Кононов прямо сейчас готов с нами связаться и рассказать что-то очень интересное. Саша, доброе утро. Да, коллеги, я продолжаю далее свою прогулку. И прямо сейчас я нахожусь возле четвертой пожарно-спасательной части. И хочу вам сообщить о том, что в среду, 2 октября, на территории Симферопольского водохранилища проходили учения спасателей. В рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне было задействовано 378 сотрудников и 45 единиц техники. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Республики Крыма. По легенде, в результате ливней, штормового ветра и неисправности в работе сливных сооружений произошла авария, которая повлекла за собой подтопление южной части города Симферополя. В воде оказались почти 360 домов. Спасателям было необходимо эвакуировать почти полторы тысячи человек из-под зоны затопления, в том числе и детей. Была произведена откачка воды. Также был задействован вертолет Ми-8, который эвакуировал условных пострадавших в труднодоступной местности. Также был задействован мобильный комплекс оповещения. Я напомню, что мобильный комплекс оповещения у нас в Крыму единственный, очень оперативный и очень эффективный. Также хотелось бы вам сообщить, дорогие друзья, что если вдруг вы попали в какую-то чрезвычайную ситуацию, ни в коем случае не нужно паниковать, не нужно беспокоиться, всего лишь, так сказать, сохранить спокойствие, позвонить по телефону 112, самому не предпринимать никаких мер. Ну и, в общем, в принципе, на этом, дорогие друзья, у меня информация по чрезвычайным ситуациям ограничена. Вот, но надеюсь, что у вас нет. Поэтому на этом я заканчиваю свой стрим и передаю коллеге вам слово. Саль, ну я предлагаю поговорить немножко о театре. Ты как к моему предложению относишься? Очень хорошо, потому что буквально недавно думала о том, как же я соскучилась по театральным постановкам, и как мне не хватает этого в жизни, и хочется иногда разнообразить свой досуг и пойти куда-нибудь на какую-нибудь прекрасную премьеру. Вот я предлагаю тебе и всем нашим телезрителям обратиться к афише нашего музыкального театра, где в ближайшее время, а я напомню, 12 и 13 сентября в Севастополе и Симферополе пройдет уникальный спектакль под названием «Мастер и Маргарита». И это не просто постановка по мотивам Булгакова. Это спектакль, основанный на симфонической музыке самых великих композиторов мира. Баха, Моцарта, Битковина и даже Вагнера. Я хотела тебя поправить, Саш, потому что ты оговорился, сказал, сентября, 12-13 октября. Конечно же, вот в ближайшие дни. Да, сентябрь уже позади. Ну и, кстати, там же будет выступление симфонического оркестра. Говорят, что это будет очень необычно. Это будет какое-то мистическое зрелище. Я даже себе пока не могу представить, о чем идет речь. Там же выступит самый известнейший, виртуозный российский пианист Иван Рудин, который предстанет перед зрителями с совершенно разных амплуа. В общем, очень заинтриговали нас, в том числе организаторы. И, конечно же, они советуют эту премьеру не пропустить. Это, безусловно, яркое событие в жизни нашего полуострова и крымской столицы. Но о том, что же еще интересного произошло конкретно в сегодняшний день, а сегодня, напомню, 3 октября, давайте узнаем из рубрики «Хронограф». 3 октября 1895 года родился российский поэт и основатель течения иммажинистов Сергей Есенин. Сочинять первые стихи будущий литератор начал в девятилетнем возрасте. Вдохновение черпал из природы русской глубинки. Себя называл последним в этом деревне. Молодой Есенин своим учителем считал Александра Блока. С его помощью были опубликованы первые стихи поэта. Литературным оппонентом Есенина со временем станет футурист Владимир Маяковский, декламировавший разрушение любых канонов в искусстве. Однако, несмотря на борьбу, соперники с уважением относились к творчеству друг друга. Поздний период творчества характеризуется философскими мыслями. Поэт вспоминает свой жизненный путь и размышляет о судьбе Родины. Сергей Есенин вошел в историю как тонкий лирик и мечтатель, глубоко влюбленный в Россию. Все же хочется отвестись от нашего хронографа «До свидания, мой друг, до свидания» сказать и сказать «Здравствуйте нашему гостю». А ты знаешь, Саш, мы сегодня очень много посвящаем наши разговоры в вине, а ведь мы с тобой не говорили о такой проблеме, что алкогольную продукцию часто продают, так сказать, из-под полы, без лицензии. То есть это делают незаконно. Я думаю, что еще чаще продают виноград, бабушки выходят прямо на облучках и торгуют. В общем, очень много товаров, которые продаются вот таким вот образом. И о незаконной торговле мы сегодня как раз-таки и поговорим. У нас в гостях Максим Водчин, начальник управления по мониторингу и пресечению той самой незаконной торговли администрации Симферополя. Доброе утро, Максим Игоревич. Здравствуйте. Доброе утро. Так, ну у нас уже даже есть некоторая статистика, что администрация Симферополя в сентябре привлекла к административной ответственности более, ну, можно сказать, тысячи, там чуть больше, стихийных торговцев. Это очень много, мне кажется. Почти полторы тысячи человек. Да, так есть. Такая работа проделана. Порядка 1230 административных протоколов по статье 6.1 за несанкционированную торговлю уже составлены на данный момент. Я так полагаю, что каждый протокол сопровождался штрафом. Сколько ей не подалось заработать государству на? Одна четвертая взыскана на данный момент от выписанной суммы штрафов. Если я не ошибаюсь, там порядка 6 миллионов штрафов назначено, и порядка миллион пятьсот с хвостиком на данный момент уже взыскана. И принудительно, и какая-то часть из этой суммы оплачена добровольно. Это много или мало? Можно было бы побольше, наверное, да? Здесь, наверное, какой эффект дала эта сумма штрафов выписанных? В принципе, стихийная торговля уменьшилась. Все равно еще есть. Я думаю, в следующем году и сумма меньше будет, и торговли будет меньше. То есть оно, в принципе, пропорционально. Но вот вы знаете, судя по вот этим цифрам, что только за сентябрь месяц 1200 административных протоколов было оформлено, говорит о том, что в этой войне все-таки выигрывают незаконные торговцы. Нет, я хотел бы поправить. Потому что их очень много. Это с начала года сумма. Это с начала года сумма, да. Но, тем не менее, все равно, ситуация пока что остается стабильной, тяжелой, так сказать. Здесь, скажем так, что, наверное, после штрафа, опять же, большое время проходит перед оплатой. Его принудительно имеется в виду. То есть люди полноценно отрабатывают сезон. Сейчас мы увидим спад стихийной торговли, так как сезон закончился. Сейчас как межсезонье, как они сами это называют. Следующий пик будет ближе к Новому году, когда пойдут цитрусовые. Это ажиотаж с апельсинами и мандаринами. Поэтому те штрафы, те люди, которые торговали летом, к Новому году только получат письма от судебных приставов об возбуждении исполнительного производства. Поэтому уже на следующий год мы можем иметь статистику более лучшую. Скажите, сложно вообще взыскать этот штраф? Я сам когда-то просто работал судебным приставом. Я думала, вы скажете, незаконным торговцем. Нет, незаконным торговцем не работал. Здесь все зависит от того, есть ли у гражданина какое-то имущество на правах собственности, в том числе денежные счета. В случае отсутствия движимого-недвижимого имущества, а также счетов в банке, то в принципе, что с него взыскать? Утяжеляет процедуру отсутствия имущества. Максим Игоревич, там просто смехотворные суммы, я имею в виду штрафы, буквально 5 тысяч, которые они отбивают за час, а может даже и меньше. Но вот нельзя ли штрафы эти повысить? У нас была практика в 2018 году, но опять же там, я не ошибаюсь, после протеста прокуратуры уменьшили сумму штрафа. Максимальная сумма была 30 тысяч, уменьшили до 5 тысяч, так как в разрез КОАПУ идет. Я думаю, нужно прорабатывать на уровне всей Российской Федерации, а не только региона. Скажите, пожалуйста, а вот есть какие-то в нашем городе особо проблемные зоны, где постоянно скапливаются незаконные торговцы? Так не будем ли мы рекламировать сейчас эти зоны? Так наоборот, мы обращаем внимание общественности, где покупать не стоит. Что надо обходить, какие территории? Ну, массовые скопления, как всегда, рынки, территория рынков. Это такие проблемные места, как Маршала Жукова, Герой Старинграда, Автовокзал. Там, где таких продуктовых больших рынков, как вот, допустим, на Москальце, в принципе-то и нет. Поэтому там стихийная торговля пользуется спросом. А Куйбышевский рынок, Московский рынок, Центральный рынок и Бородинский пассаж, там ежедневно находится сотрудник администрации, которые непосредственно выписывают административные протоколы по статье 6.1 за стихийную торговлю. Ну, вы знаете, мне кажется, пока что, не обижайтесь, но его работа немного бесполезная. Почему? Потому что я недавно проходила мимо Куйбышевского рынка. Есть там такой небольшой участок, где находится фонтан вокруг скамейки. Ну, вы видели, да, это такая круглая площадь. И вот как раз-таки там внутри, по периметру этого фонтана, и находятся все продающие вот такую вот продукцию. То есть их было очень много, и я думаю, что штрафы их не напугали, ну, по крайней мере, не разбежались. Здесь присутствует такой же фактор, что территория рынков, она растянутая. И стихийшки уже как, скажем так, адаптировались к тому, что сотрудник идет по периметру рынка, по разбросанной территории. И в этот момент они там даже могут поставить дежурного, который будет наблюдать за сотрудником. А сами вот эти 15 минут постараются продать хоть что-то. И вот так у них проходит, в принципе, целый день. Перебежками. Перебежками, да, они кочуют по этим рынкам. У нас, к сожалению, осталось очень мало времени. Я прошу вас обратиться к людям, которые все-таки занимаются этой нелегальной торговлей. Ведь наверняка можно все это легализовать. Как это сделать и что для этого нужно? С гражданами, которые осуществляют стихийную торговлю, регулярно проходит профилактическая беседа, разъясняется, как получить место на ярмарке выходного дня, куда обратиться, к какому администратору на рынках, на наших муниципальных. Это центральный рынок, это Куйбышевский рынок, это Залесский рынок. Но в ответ одно и то же. Здесь место проходное, здесь мы и будем торговать. То есть, если бы человек хотел найти место, он бы уже его нашел. Эти граждане, которые осуществляют эту торговлю, они одни и те же, и они не хотят торговать в законах, в правом поле, там, где есть конкуренция здоровая. Они хотят вот здесь и сразу. Вот эти вот образы там бабушки, дедушки, они удобны для граждан, которые непосредственно не сталкиваются со стихийной торговлей, а просто проходят по аллее и видят, стоит бабушка, торгуют. А то, что бабушке, внук привозит каждые полчаса товар с привоза, это никто даже не думает и не знает. Ясно. Спасибо большое, Максим Игоревич, за рассказ. Спасибо, что пригласили. Напоминаю, в гостях нашей студии Максим Вочель, начальник управления по мониторингу и пресечению незаконной торговли администрации Симферополя. Спасибо за рассказ. Ну а прямо сейчас мы предлагаем посмотреть новости интернета. Неизвестно, что стало причиной аварии на гоночной трассе. Чувство профессиональной солидарности, а может, Аннушка на дороге масло пролила. Не менее 10 участников гоночного заезда не вписались в поворот. Скорее всего, в этой гонке победителем стал самый осторожный пилот. Звезды боевиков сравнивают холодное оружие. Сильвестр Сталлоне подарил Арнольду Шварценеггеру мачете из фильма «Рэмбо». Ответ не заставил себя долго ждать. Разве это нож? Вот это настоящий нож. Подшутил известный актер над своим коллегой по цеху. Житель Екатеринбурга решил составить конкуренцию голливудским номинантам на премию «Оскар». Россиянин исполнил трюк с приземлением на машину в духе американских боевиков. На престижные награды пока надеяться рано, но ролик в портфолио уже набрал популярность на просторах интернета. Получить порцию праздничного настроения можно в любой момент. Было бы желание. Флипбуки в помощь скучающим. Кстати, изготовить их можно и самостоятельно. Понадобится школьная тетрадь, карандаш, шластик, а главное – фантазия. Герой этого ролика попытался ограбить человека на улице. Только не смог предугадать, что жертвой окажется его старый знакомый. Вглядевшись в лицо, все встало на свои места. Поздоровались, обнялись и помахали на прощание. Как ни крути, Амир тесен. Ну и еще раз хотелось бы выразить благодарность компании «Фавила», которая предоставила нам эту мебель, а также Академии строительства и архитектуры за зимний сад, где мы находимся. А я думаю, Саша, ты получаешь особое удовольствие. Абсолютно верно, потому что это потрясающее окружение, эти растения, которые выделяют свежий кислород, который наполняет наши с тобой, кстати, легкие, оздоравливает нас. Безусловно, это здорово. И нужно сказать, что не только кислород, но и просто общение с природой осветляет человека и делает его душу прекрасной. А ты знаешь, Саш, действительно, здесь забываешь обо всем плохом и забываешь о плохих человеческих поступках. А это, к сожалению, вокруг нас часто происходит. Поэтому о том, как обезопасить, например, свое жилище от воров, расскажет более подробно наш корреспондент Сабина Петренко в своем сюжете. Выбитые стекла у автомобиля, выломанная дверь, хищение имущества. В 21 веке охрана личного пространства – вопрос, скорее, технический. На сегодняшний день в любой крупной компании невозможно обойтись без средств контроля и слежения. Но не стоит забывать и о собственном жилище, ведь обеспечить его безопасность может любой желающий. Александр – житель микрорайона Старый Город. Симферополец уверен, что жить без видеонаблюдения невозможно, особенно если район криминальный. Практика показывает – аппаратура не единожды помогала раскрывать преступления. С 2010 года три раза обращались сотрудники. Один раз сняли колеса с машины. Мы с соседом задерживали. Здесь, потому что я увидел в камеру, позвонил ему, он с одних ворот выскочил, а я со вторых. Один раз магнитофон взломали, машину вскрыли, то есть обращались. Один раз чуть выше тут магазин обокрали, я так понял, уходили по нашей просто улице. Теперь видеосъемку ведут круглосуточно. Для того, чтобы понять, что происходит на улице, достаточно просто включить монитор. Таким вот образом мы следим за видео, если какой-то или нужна какая-то, посмотрите, какой-то картинка. Подошел на телевизор и переключился, и вот у них все четыре камеры выходят прямо на телевизор. И двор, и улица со всех сторон. Так вот и наблюдали. По данным МВД России, ежегодно в стране фиксируется более одного миллиона краш. Предупрежден, значит вооружен, уверены специалисты. Поэтому советуют выбирать эффективный многоступенчатый уровень защиты. Самая надежная система безопасности – это охрана с помощью сигнализации, вывода на пульт Росгвардии. Это самое оперативное подразделение, которое имеет не только в Симферополе, но и в Крыму. Они самые мобильные, у них есть обеспеченные транспортом. Вот люди вооружены. Могут оказаться эффективными и камеры видеонаблюдения. Иногда их вида достаточно, чтобы отпугнуть злоумышленников. У нас вот, например, на базе наших камер и на базе нашего программного обеспечения мы интегрировали такие модули, как распознавание номеров, распознавание лиц, и детекторы дыма, огня, подсчет посетителей. То есть все основные функции, которые могут воспользоваться как обычный покупатель, так и какая-то сетевая компания. Современное высокотехническое оборудование имеет систему удаленного контроля и позволяет отслеживать любые движущиеся объекты в радиусе 100 метров. Новая камера вот такая, она называется Фишай, то есть переводится как рыбий глаз. И данную камеру можно установить в центре помещения и при помощи видеорегистратора разложить на 8 отдельных картинок, чтобы смотреть полностью все помещение. 21 век – век технологий. Когда жилище под надежной охраной, можно не откладывать запланированную поездку или заграничный отпуск. Умная техника обеспечит надежную сохранность вашего имущества. Сабина Петренко, Андрей Псом, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Доброе утро, друзья! Доброе утро всем тем, кто продолжает этот новый день встречать вместе с нами. Ну что ж, уже один час пролетел, но не торопитесь с нами прощаться, потому что впереди еще 60 минут, которые мы готовы провести вместе с вами. Надеемся, эти 60 минут будут самыми лучшими. Ну, по крайней мере, информативными, так это точно, потому что наши корреспонденты не спали и готовили самые интересные, самые актуальные новости. Я предлагаю прямо с них и начать. Саленька, ты понимаешь такое словосочетание, как «золотое жилье», что оно означает? «Золотое жилье», оно означает, что очень дорогое жилье. И, к сожалению, для Крыма это более чем актуально. Да, стоимость одного квадратного метра за это лето поднялась на две тысячи. Это отразилось не только на стоимости квартир, но и даже на стоимости аренды жилья. Ну и стоит отметить, что иногда за нее жителям Крыма приходится отдавать практически половину своей зарплаты. Дмитрий Попов сравнил финансовые возможности как крымчан, так и москвичей. Ну и, конечно же, он оценил предложения на рынке недвижимости обоих регионов. Мягкий климат и хорошая работа – это основные причины, по которым семья Павловых переехала из Ростовской области. Сейчас снимают жилье и мечтают о своем. Прицениваются еще двушку в новостройке. Крупногабаритная, чтобы разместить все наши вещи. Детская комната у нас, там тоже много всего, домики, кроватки. И это все занимает шкафы, полностью всю комнату. В последнее время спрос на жилье в Симферополе немного спал. Несмотря на это, цены растут. За три месяца квадратный метр в среднем подорожал на две тысячи рублей. Причины, как говорят риэлторы, в комфорте. Территорию вокруг домов приводят в порядок. Рядом строят школы, больницы, супермаркеты. Крым развивается и в Крым вкладывается много финансовых ресурсов. И людям становится все более выгодно и выгодно сюда приезжать. В Евпатории, несмотря на рост цен, квартиры раскупают, как правило, приезжие. В основном берут для постоянного проживания. Летом многие люди, ну как бы, и более активно работают. И недвижимость дается в аренду, поэтому нет возможности ее продавать или показывать. Осенью, как бы, рынок оживает. Самые популярные однушки. 71 тысяча рублей за квадрат. Кстати, крымские – одни из самых дорогих в стране. Цены выше только в трех регионах. В Москве, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Как отмечают эксперты, рост продолжится. Строительно-монтажные работы дорожают. И, скорее всего, это тоже наверняка отразится в стоимости жилья. Давайте сравним цены нашего региона с Москвой. В новостройках на полуострове квадратный метр стоит 64 тысяч рублей. В столице – 195. На вторичном рынке Крыма – 61 тысяча против 176. Если покупать квартиру на этапе строительства, цена ниже на 15-30%. Это двухкомнатная квартира на завершающем этапе строительства. Ее площадь – 60 квадратных метров. Сейчас она стоит 4 миллиона рублей. Но когда уже все будет готово, цена повысится на 500 тысяч. Каждый третий покупатель берет квартиру в ипотеку. На полуострове процентные ставки выше до 2%. Причина – отсутствие конкуренции среди банков. Предлагают свой ипотечный продукт по ставке от 9% годовых. И не нужно забывать о субсидированных ипотеках, ипотеках с соцподдержкой, которые дают возможность кредитования от 6% годовых. Среди них жилье для российской семьи. Благодаря этому в Алуште в прошлом году появился новый дом. Обязательным условием программы была цена 35 тысяч рублей за квадрат. Поэтому Валентина Горобченко, как и другие покупатели, долго над таким предложением не думала. Я сразу выбрала себе квартиру, еще даже не знаю, попадаю я в эту программу, нет. И забронировала ее сразу. Финансовые возможности у жителей полуострова в разы ниже, чем у москвичей. Если у нас в регионе средний доход 28 тысяч рублей, то там 79. Вот и получается, что купить жилье крымчанам совсем непросто. Работать на однокомнатную придется больше 10 лет. Аренда тоже не из дешевых. В Крыму 21 тысяча в месяц, тогда как в столице 37. Причем в республике этот ценник может меняться в зависимости от сезона. Особенно это часто прослеживается в южной столице. Все, кто снимали по 17 в зиму, им добавляют 7-8 тысяч, у меня получается 25 тысяч летние периоды. Май, июнь, июль, август, сентябрь. Вот эти вареньки хватит по 25. После открытия железнодорожной части Крымского моста, как предположил глава республики Сергей Аксенов, цены на все группы товаров могут упасть. Это касается и стройматериалов, что и может повлиять на рынок недвижимости. Бедри Попов, Александр Федорчак, Олег Черемизин, Анатолий Агеев. Новости 24. Бархатный сезон, теплую и безоблачную погоду обещают местные синоптики всю первую декаду октября. А вот как они собирают данные и насколько сложна эта работа? Наш корреспондент в Керчи побывала на посту метеонаблюдений в центре составления прогнозов. О том, как это происходит, давайте узнаем в сюжете Екатерины Рябовой. Вот это скорость, вот это направление ветра. Точность, внимательность, пунктуальность и немного романтики. Это все о профессии метеоролога. Наблюдения за погодой в Керчи ведут с 1949 года. Наталья Дзимко на посту 38 лет. Информацию собирает при помощи приборов и на основе собственного опыта. У нас есть специальные ориентиры видимости. И вот смотрим, вот сейчас все горы у нас открыты. Получается у нас видимость 20 километров. Наблюдения ведут днем и ночью, в жару и в холод, в дождь и во время снегопада. В каждые три часа сотрудники бюро записывают данные о погоде. Эта площадка – главное поле деятельности метеоролога-наблюдателя. Здесь есть оборудование для измерения продолжительности солнечного сияния. Вот эти термометры показывают температуру почвы. Здесь можно узнать уровень осадков. А тут, в этой будке, установлены четыре термометра. Они показывают температуру воздуха. Можно посмотреть минимальную, максимальную температуру воздуха за три часа, а также срочную. Для каждого вида измерений своя методика. К примеру, длину солнечного дня показывает гелиограф, состоящий из округлой линзы и сменных лент. Здесь ставится лента, он меняется в пазах. То есть, когда солнце переходит уже на другую сторону, паз меняется. Прожоги на ленте указывают на продолжительность солнечного сияния. Направление и силу ветра фиксируют датчики на мачтах. Усредненные данные записывают в специальные журналы и передают синоптикам. Их задача – проанализировать информацию в совокупности, составить расчеты и сформировать прогноз. Уже сейчас в Керченском гидрометеобюро знают, какой будет погода этой осенью. Первая декада октября будет теплая. Единственное, что на эти выходные мы ждем небольшой дождь. Но температура не будет низкая. А уже вторая декада октября будет попрохладнее, попасмурнее, подождливее. Синоптики с опытом отмечают – исходные данные нередко противоречивы. Поэтому в работе аналитика важны знания и опыт. Это ответственный труд, от которого зависит деятельность целого ряда служб и организаций. Строительство моста и непосредственно функционирование сейчас этого мостового перехода обслуживаем. Лоцманская проводка судов по Керченскому проливу, гидрометеобеспечение – это тоже наша непосредственная задача. На метеопосту в Керче 16 человек. Старшие сотрудники передают опыт молодому поколению. Чтобы идти в ногу со временем, оцифровываются архивные данные. Применяются новые технологии, делающие прогнозы более точными. Екатерина Рябова, Сергей Маренко, Новости 24, Керчь. Попались на крючок. В парке имени Юрия Гагарина участились случаи травматизации лебедей. Птицы становятся невольной добычей рыбаков. И наш корреспондент пообщалась с теми, кто ухаживает за водоплавающими. И кто знает, какие меры принимают для их защиты. Заселение лебедей хорошо помнит Василий Камолов. Птицы в пруду парка имени Юрия Гагарина в Симферополе появились еще в 2018 году. С тех пор четыре пары водоплавающих стали настоящим украшением крымской столицы. Но мастер даже не предполагал, что своих подопечных в буквальном смысле нужно будет спасать от тех, кто любит порыбачить. Этот воблер был вытащен из лапы лебедя. Он зацепился одним крючком за туловище, а вторым впился в лапу лебедя с нижней стороны. Мы его выловили лебедя, и я доставал этот крючок. Пришлось одно цевьё как бы отрезать от крючка, а остальное просто выдернуть, потому что он глубоко засел. Обработали рану и выпустили. Вот так выглядела поврежденная лапа птицы. Фото быстро разлетелось по социальным сетям. На днях еще один лебедь попался на искусственную наживку рыбака и поранил крыло. Пришлось обратиться за помощью к ветеринарам. Такие случаи, отмечают сотрудники парка, не редкость. Кроме травм внешних, птицы страдают и от других проблем, которые создают люди, сами того не зная. Посетителям парка также важно учитывать, чем кормить лебедей и уток. Распространенная практика – бросать птицам хлебные крошки. Но этого делать нельзя. Желудок пернатых может попросту не переварить хлебобулочные изделия. Если все-таки хочется угостить водоплавающих, лучше всего подойдет пророщенная пшеница или комбикорм. Сотрудники парка составляют рацион для птиц и ухаживают за ними. Запретить ловить рыбу и кормить здесь водоплавающих не могут. Поэтому, чтобы защитить лебедей, разместили информационные таблички. Это не первый раз, когда мы сталкиваемся с проблемой того, что рыбаки, которые здесь сидят на берегу, причиняют урон окружающей среде, в частности лебедям, черепахам. В связи с чем обращаемся к рыбакам, к жителям с просьбой не совершать таких поступков. Потому что это большая работа и проблема не только нам, но и окружающей среде. Пруд в парке лебеди делят с утками и черепахами. А пару дней назад сюда стал прилетать и баклан. Не исключено, что благодаря хорошему экологическому балансу птица останется здесь жить. Вероника Посековская, Олег Черемисин. Новости 24. Саш, ну вот ты знаешь, что сейчас нас всячески запугивают. Россиян предупреждают, что приближается разрушительный ураган по названию Мортимер. Но он пока что двигается на северо-запад России. Но, кстати, следующий его пункт назначения пока что неизвестен. Может быть, это будет и юг России. Я надеюсь, что сия чаша нас сменет. Тем более здесь, в Зимнем саду Академии строительства и архитектуры, нам ничего не грозит. Потому что мы благодарим наших партнеров, которые предоставили эту уникальную сценическую площадку. Но я думаю, что еще следует поблагодарить других наших партнеров, которые предоставили эту удобнейшую мебель компанию Фазила. Большое вам спасибо, друзья. Здесь действительно не страшны любые погодные ненастья. Потому что, как говорят синоптики, этот ураган достигает 100 метров в секунду. Вернее, его порывы ветра. Я даже не могу представить, насколько это разрушительная сила. Ты знаешь, я могу сказать одну вещь. Что наш владыка Лазарь нашу землю, наш полуостров называет богоспасаемой. Я абсолютно уверен, что он абсолютно прав и знает, что говорит. Нам, надеюсь, и ураганы не страшны. Но тем не менее, тем не менее, я предлагаю все-таки, мы с тобой сидим в этом вот за куточки тепла, уюта среди этих растений. И пока еще не знаем, что происходит на улице. Но наши телезрители должны знать, просто обязаны, выходя на улицу, что же сегодня взять, как одеться. И давайте узнаем из следующего сюжета. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон» Саль, ну погода сегодня будет прекрасна. Это, конечно же, радует, потому что крымская осень, она такая золотая и теплая. В такую погоду очень классно пройтись по ступенькам в парке. Знаешь, Саша, это очень хорошо, но не везде эти ступеньки приведут тебя куда-нибудь в хорошее место, а могут даже завести в тупик. Да, действительно так. Давайте посмотрим небольшую заклейку, которую мы подготовили. Ее выложили в сеть пользователей крымского сегмента интернета. И действительно, удивительное дело. В поселке Никита ступеньки идут-идут по парку, ну о состоянии их это можно отдельно говорить, насколько там грязное и неухоженно, но они выводят в никуда. Действительно, в прямом смысле этого слова. Вы упираетесь просто в какую-то стену. Я не знаю, может, это какая-то волшебная стена, и, может быть, надо через нее пробежать. Как в Гарри Поттере. Как в Гарри Поттере, да. Попформа 9,3,4. Да, 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 вот это я имела в виду. Вход в крымский Хогвартс. Знаешь, я бы другую аналогию провел все-таки. Вот, безусловно, эта лестница построена в советскую эпоху. И вот мы сейчас, в этой 21 века, смотрим на эти лестницы разрушенные, в анатории, понимаем, что это какие-то, как будто бы остатки какой-то более развитой цивилизации. И с грустью, с грустью, надо сказать, в сердцах мы вздыхаем. А ведь это было когда-то прекраснейшая территория ухоженная, там росли цветы, а сейчас это заброшенные пусты. Наверняка там не было стены, может быть, это был выход к какому-нибудь красивому живописному парку. Или фонтану. Или фонтану. А в итоге теперь там совсем другой вид, к сожалению. Но я знаю, какой вид сейчас видит наш мобильный корреспондент Александр Кононов. Он находится на улицах Симферополя. Видит, все знает, все и готов поделиться своими наблюдениями с нами. Александр, доброе утро. Да, коллеги, я продолжаю далее свое путешествие по Симферополю. И прямо сейчас я уже добрался до улицы Толстого, где проходит капитальный ремонт моста. Да, подрядная организация уже приступила к выполнению ремонтных работ. Я вам сейчас прям покажу. Так, вот такая вот сейчас обстановка тут. Эти работы проходят в рамках выполнения муниципального контракта. Мы уже видим, да, как здесь выполнена фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия. Ведется разборка бордюрного камня. В дальнейшем будет выполнен ремонт пролетных соединений, замена дорожного покрытия, естественно, гидроизоляция опор, а также очистка, окраска и усиление всех мостовых конструкций. Я прямо сейчас покажу вам пешеходную зону под мостом. Вот здесь не рекомендуется ходить, потому что на голову может сыпаться камень. Ну и, в принципе, мало ли что вдруг я не рекомендую в целях своей же безопасности путешествовать под этим мостом. Лучше обойти. Так, мы идем дальше. Сейчас я вам покажу металлические конструкции, которые уже заготовлены. Так. Здесь мы видим, что рабочие уже работают. Это хорошо. Вот они, металлические конструкции заготовленные. Опорные. Ну и вот так вот перекрыт весь мост. Поэтому дорога по нему сейчас будет, ну, уже запрещена. На проведение полноценного и качественного ремонта подрядчику потребуется 6 недель. Уже установлены специальные знаки, которые ограничивают движение по мосту. Поэтому вам придется использовать какие-то объездные дороги. И если вы не знаете, как это можно сделать, то рекомендую воспользоваться навигационными приложениями. Они также вам помогут объехать пробку. Если же вы все-таки застряли в пробке, то рекомендую не паниковать, не суетиться, не предпринимать каких-то перестроений, а просто двигаться в потоке, включить музыку и наслаждаться. Так, мы сейчас попробуем пройтись под мостом, показать всю ситуацию специально для пешеходов. Так, смотрите, вот здесь вот уже проход запрещен, но люди ходят, видимо, не беспокоятся о безопасности. Как мы видим, что могут произойти обвалы. Так, ну вот такая вот ситуация у нас. На этом, коллеги, у меня, в принципе, все. Я передаю вам слово и продолжаю путешествовать по Симферополю далее. Спасибо, Саша. Саша, да, это было не тебе, а вот сейчас я к тебе обращаюсь. Саша, тоже спасибо. Тоже спасибо. Спасибо тебе за то, что я знаю, ты крепкий парень, у тебя медицинское образование, ты, тебе высшее, да. Тебе не страшны ни ОРВИ, ни гриппы, ты всегда подскажешь нам, как можно с этим бороться. Но, к сожалению, большинство крымчан эта участь не минует. И противные атакующие вирусы, конечно же, их стороной не обойдут. В том числе и некоторых наших коллег, которые работают до последнего и уже уходят с работы, когда поднимается высокая температура. Есть такие знаки. 919-11-23. Звонить, пожалуйста, с 9 до 6. Ну, то есть в это время. Рабочее время. В это время, пожалуйста, болейте только. Нужно сказать, что для Крыма это особенно актуально, потому что крымская зима, вот, кстати, говорю, насколько прекрасное у нас лето, а вот зима у нас так себе, потому что зимой у нас не холодно, но очень влажно. Это идеальная среда для передачи вирусов. То есть, например, когда в Сибири минус 20, вирусы погибают, а у нас вот эта вот сырость плюс 2, плюс 3, минус 2, она как раз очень содействует передаче вирусов через воздух. Поэтому, дорогие друзья, ни в коем случае не ведитесь на рассказы о том, что прививки – это плохо, что это зло, потому что, еще раз подчеркну, это самое великое открытие в истории человеческого образования и науки, потому что прививка – это действительно очень эффективный способ защитить себя от гриппа. Напомню, что, на самом деле, ситуация, конечно, гораздо сложнее, чем кажется, и помимо гриппа есть и другие острые респираторные вирусные инфекции, которые также передаются воздушно-капельным путем, но именно грипп, он наиболее опасен, потому что он имеет тропность к сосудистой ткани и может вызвать серьезные кровоизлияния, поэтому с гриппом шутить нельзя. И если есть возможность привиться, сделайте это пренепременно. Но, к сожалению, прививку от вируса нельзя сделать. А вот здесь часто возникает вопрос, как лечиться против вирусов. Существуют самые разные мнения. Вот мне хотелось бы тебя, как медика, тоже порасспрашивать, потому что кто-то говорит, что надо пить очень много горячей жидкости, то есть очень много пить надо. А я поясню, я могу кто-то прокомментировать. Помогает это или нет? Безусловно. Дело в том, что вирус имеет свойство вырабатывать токсины. Так вот почему пьется много жидкости? Чтобы эти токсины вымыть, то есть через пот, через почки выводятся эти токсины, и, безусловно, состояние облегчается. Поэтому, безусловно, обильное питье – это один из важнейших, методов режима или в лечении инфекции. Но питье – это лишь часть лечения. Стоит не забывать, что самолечение, мне кажется, это хуже всего. Конечно же, в первую очередь обращайтесь к врачу и слушайте их рекомендации. Я хочу добавить к нашей беседе маленький медицинский анекдот, который, к сожалению, имеет место быть. Если грипп лечить, он протекает в течение семи дней, если грипп не лечить, то в течение недели. Понятно. Ну, а сейчас я предлагаю посмотреть нашу следующую рубрику, которая расскажет о дне рождения величайшего поэта 20 века, ну и, конечно же, самого обаятельного хулигана России. Я думаю, что многие догадались, о ком идет речь, но предлагаю все-таки посмотреть. 3 октября 1895 года родился российский поэт и основатель течения иммажинистов Сергей Есенин. Сочинять первые стихи будущий литератор начал в 9-летнем возрасте. Вдохновение черпал из природы русской глубинки. Себя называл последним в этом деревне. Молодой Есенин своим учителем считал Александра Блока. С его помощью были опубликованы первые стихи поэта. Литературным оппонентом Есенина со временем станет футурист Владимир Маяковский, декламировавший разрушение любых канонов в искусстве. Однако, несмотря на борьбу, соперники с уважением относились к творчеству друг друга. Поздний период творчества характеризуется философскими мыслями. Поэт вспоминает свой жизненный путь, размышляет о судьбе Родины. Сергей Есенин вошел в историю как тонкий лирик и мечтатель, глубоко влюбленный в Россию. Саль, ну ты знаешь, мы с тобой как раз затронули эту злободневную тему респираторных вирусных инфекций. Есть один способ, как ими не заболеть. Вот он действует стопроцентно. Так, расскажи, срочно, Саша, пожалуйста, прошу от всех. Поделись со всеми, ничего не утая. Дело все в том, что самый единственный способ защитить себя, это поддерживать свой иммунитет в тонусе. А здесь помогут в первую очередь правильное питание, режим сна и отдыха и физическая активность. Это, пожалуй, наверное, самый главный фактор. Ну, вот, Саша, вот кажется, все просто, а не так все просто, к сожалению. Ну, по крайней мере, в вопросах физической активности так точно. И вот, например, я знаю некоторых девушек, которые увлекаются очень странным видом физической активности. Да, смешанные единоборства, я бы назвала это очень действительно странным. И, кажется, девушкам совершенно это не свойственно вдруг надевать боксерские перчатки и наносить удары один за другим. Но, тем не менее, среди нас есть и такие. Вот Ирина Борилюк тоже решила узнать, чего же достигают женщины-борцы. И для этого она изучила несколько приемов. Оббег до изнеможения, отжимания и бёрпи. Это нестандартное армейское утро, а только начало тренировки Несо Мирмуминовой. Полтора года назад девушка начала заниматься смешанными единоборствами. И сразу поняла, что это то увлечение, которое она так долго искала. Выбирая смешанные единоборства, так называемые ММА, нужно быть готовым как к силовым нагрузкам, так и к моральным в виде спаррингов. Трёхминутный раунд способен сильно измотать неподготовленного человека. Было тяжело, потому что после, допустим, я занималась в зале для себя, но это другое. А тут именно нагрузка больше. Я не одна в зале, другие ребята. Мне как-то немного некомфортно, где-то стыдно, потому что я понимаю, что удар ещё не поставлен. Далеко не поставлен. И вот тут были мы нюансы. Интересно, что в ММА практически отсутствует специальная экипировка. На соревнованиях спортсмены-мужчины бьются с обнажённым торсом. Без обуви и шлемов допускаются лишь капа и бандаж. У женщин добавляется протектор на грудь. А вот на тренировках используют полноценную защиту. Боксёрские перчатки. У них больше унций, они крупнее. И здесь спрятаны пальцы. А для наших смешанных единоборств нужно, чтобы пальцы были открыты для проведения захватов. Перчатки для смешанных единоборств ещё называют шингарды. Бойцы вынуждены использовать это средство защиты, чтобы как можно меньше ранить лицо противника. Ведь ММА – это полноконтактный бой с элементами каратэ, джиу-джитсу, тэквондо и бокса. В современных смешанных единоборствах используются броски, удушающие болевые приёмы. И, конечно же, удары. В зависимости от выбранной тактики удар может быть одиночным или серийным. Наносится по конечностям, в туловище или в голову. Серии ударов наносятся с места, с шагом, с разворота, в прыжке, в стойке или в портере. Классической комбинацией в смешанных единоборствах считается сочетание джеба – это прямой удар передней рукой и прохода в ноги. Ну а делать эту комбинацию нужно максимально на взрыве. ММА – довольно травмоопасный вид спорта. Тем не менее, всё больше женщин занимается им. Представительницы слабого пола больше не хотят быть слабыми. Единоборств им дают уверенность в себе, стрессоустойчивость и силу побеждать житейские неурядицы. Это такие умения, которые в жизни всегда пригодятся не только девушкам, но и парням. Потому что в любой момент может случиться какая-то неожиданная ситуация вокруг тебя даже. И наши единоборства позволяют вовремя и быстро среагировать. Мастера ММА уверяют, что смешанное единоборство, впрочем, как и другие боевые искусства, больше, чем спорт. Это целая философия. А бойцы ведут сражения не столько с соперниками, сколько со своими слабостями. Ирина Борилюк, Максим Турчев. Утро нового дня. Буквально несколько минут назад, десятков минут назад у нас был сюжет, посвященный лебедям, которых повредили в Кагаринском парке. Я предлагаю поговорить с человеком, который знает об этом больше. Да. И который просветит нас и расскажет, в каком сейчас состоянии находятся эти благороднейшие птицы. И надеюсь, что сегодня уже никто не сможет их обидеть. У нас в гостях Антон Якулевич, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Детский парк». Доброе утро, Антон Александрович. Ребята, доброе утро. Успокойте нас, пожалуйста. Да, мы обеспокоены. И вас, и симферопольцев могу успокоить, что с лебедями все в порядке, хотя, конечно, некий урон их здоровью был причинен. Какой именно? Застрявшие крючки, поцарапанные крылья. Ну, это не смертельная травма, могу успокоить, поэтому были применены сразу же, оказана помощь. Поэтому с лебедями все в порядке, но, но, в очередной раз, конечно, нужно взывать и к совести, и к осознанности тех, кто рыбачит на пруду. Давайте не взывать, давайте наказывать. Вы знаете, я как рыбак рыбаков понимаю этих ребят, которые, не выходя из дома практически, да, закинули удочку, посидели, получили удовольствие. И вполне возможно, я даже допускаю тот факт, что не ради наживы они туда ходят. То есть рыба – это трофей, ради которого, собственно говоря, мы все рыбаки туда ходим, на рыбалку, но это не первоочередное. Главное – посидеть. Ну, вот никто не против посиделок, но лишь бы не было урона. Скажите, а действительно в Гагаринском пруду водятся рыбы? Их туда несколько лет тому назад завезли специально для того, чтобы эти рыбы боролись с водорослями, чтобы озеро было не, не цвело. Поэтому, да, там рыба есть. Там и черепахи есть, вообще в Гагаринском парке и попугаи есть, Саша. И павлины. Павлины появились. Да, да. Как они себя чувствуют, все птицы? Обживаются. Каким образом? На одном месте. Вот там павлинарий появился. Да. Сколько павлинов сейчас? Мне кажется, около пяти. Я точную цифру не помню. Антон Александрович, а вот по поводу лебедей, есть какая-то статистика, сколько их обитает в нашем озере? Шесть. Шесть? Да. Их тоже завозили или они сами прилетели? Это завозные. В прошлом году их завезли с декоративной целью. Лебедям здесь комфортно, они прижились, им нравится, никуда они не улетают. Вы знаете, Антон Александрович, вот, например, многие симферопольцы в прошлом году нарекали, что птицам очень плохо живется. А я вам сейчас объясню, почему. Дело в том, что их домики находятся на середине озера, да, и зимой, конечно же, оно замерзает, покрывается коркой льда, и птицы просто не могут добраться до своего жилища, до своих квадратных метров. Ну, вы знаете, прошедшая зима показала, что, по большому счету, никаких проблем у лебедей не было, и им комфортно. Они получают необходимый рацион, регулярно их кормят. А вот, кстати, регулярно кормят хлебом, сама видела, приходят люди и кормят хлебом. Это проблема, да, с которой мы боремся информационным способом, и таблички ставим, и разговариваем через радио, телевидение, поэтому призываем в очередной раз. Помогают? Не кормите хлебом. Вы знаете, да, и работники парка, даже не только работники, а и посетители самого парка иногда даже делают замечания, но он наблюдал, как дворники активно эту позицию поддерживают, и прям бегут и кричат, не кормите хлебом. А чем же можно кормить лебедей? Кормим специальным составом каши. То есть есть специальный состав, он привозится регулярно, несколько раз в неделю, поэтому лебеди получают необходимый комплекс питания, ну, плюс они ведут все равно активный образ жизни, поэтому они и питаются тем, что есть еще в озере. Антон Александрович, можно теперь перенестись в детский парк, потому что там тоже ожидается грандиозная реконструкция полян и сказок. В детстве, конечно же, я ее посещала, там была, Саша, наверное, ты тоже. И стоит отметить, что какие-то вот просто невероятные там будут изменения. Ну, вы знаете, не просто будут, они уже происходят. Этот процесс начался у нас в июне месяце. Он оказался немножечко дольше, чем мы предполагали, потому что работы больше, чем на первый взгляд. Эти скульптуры уже немолодые, к ним применяли свои таланты многие художники, реставраторы, лепщики, я не знаю, как их назвать, но каждый оставил свой след. Теперь этот след необходимо убрать, потому что налепили сверху много. Вы имеете в виду, уберут скульптуры или что? Нет, я имею в виду, уберут то, что было налеплено сверху этих скульптур. Да, потому что каждый решил оставить свой какой-то мазок, и он не везде уместен. Поэтому у сегодняшнего реставратора, а это профессионал своего дела, возникло много вопросов. Почему одна кисть короче другой, почему плечо длиннее, почему щека опущена, а здесь поднята. Ну, то есть он это видит. И вы знаете, чем мне нравится этот скульптор, что он видит конечный результат, и он к нему стремится. Он перфекционист, он педант. И в некотором смысле, конечно, это удлиняет сам процесс. Но это не есть плохо в данном контексте. Вы нам сейчас тоже о нем более подробно расскажете, но здесь я бы хотела задать такой вопрос. Меня особенно интересует. Как бы ни звучало устрашающе, но голова оживет все-таки. Я только хотел сказать, что я помню в свое время, когда эта голова действительно и дула, и дети этого страшно боялись. А я не застала уже. И глаза сверкали. Да, вы знаете, нам понравилось такое выражение. Голова будет дуть. Дуть, и еще и будут у нее глаза светиться. Вот пока мы не определились, был ли это изначально заложен механизм светящихся глаз в голову, но многие поддержали, многие вспоминают, что это было. Было, не было, мы доистину не докопались. Но, тем не менее, современные технологии позволяют это сделать без особых затрат. И поэтому однозначно и дым будет идти, и глаза будут светиться. Поэтому детство вспомнят все. Скажу, большое вам спасибо. Мы всей редакции искренне желаем, чтобы все у вас получилось, потому что те преображения, которые происходят с парками, их нельзя не отметить. За что вам большое спасибо. И вам спасибо. Спасибо большое. Напомню, у нас сегодня в гостях Антон Якулевич, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Детский парк». Ну а прямо сейчас мы предлагаем посмотреть новости из всемирной паутины, которые для вас подобрали наши корреспонденты. И они выбрали, конечно же, самые интересные и самые даже забавные. Неизвестно, что стало причиной аварии на гоночной трассе. Чувство профессиональной солидарности, а может, Аннушка на дороге масло пролила. Не менее 10 участников гоночного заезда не вписались в поворот. Скорее всего, в этой гонке победителем стал самый осторожный пилот. Звезды боевиков сравнивают холодное оружие. Сильвестр Сталлоне подарил Арнольду Шварценеггеру мачете из фильма «Рэмбо». Ответ не заставил себя долго ждать. «Разве это нож? Вот это настоящий нож!» – подшутил известный актер над своим коллегой по цеху. Житель Екатеринбурга решил составить конкуренцию голливудским номинантам на премию «Оскар». Россиянин исполнил трюк с приземлением на машину в духе американских боевиков. На престижные награды пока надеяться рано, но ролик в портфолио уже набрал популярность на просторах интернета. Получить порцию праздничного настроения можно в любой момент. Было бы желание. Флипбуки в помощь скучающим. Кстати, изготовить их можно и самостоятельно. Понадобится школьная тетрадь, карандаш, шластик, а главное – фантазия. Герой этого ролика попытался ограбить человека на улице. Только не смог предугадать, что жертвой окажется его старый знакомый. Вглядевшись в лицо, все встало на свои места. Поздоровались, обнялись и помахали на прощание. Как ни крути, Амир тесен. Наверное, давай продолжим вот эту медицинскую тематику. Мы сегодня тоже очень много посвящаем этому времени. И прямо сейчас я предлагаю посмотреть такое скандальное видео, которое появилось во всемирной паутине. Оно произошло в Ставрополе. Там медики якобы оставили мужчину, у которого начался инсульт, оставили его просто во дворе. И усадив на скамейку, положив рядом с ним его собственные вещи и уехав. Но сейчас уже появляется опровержение. Говорят, что на самом деле это все было не так, а совершенно иначе. Думаю, что разобраться в этом поможет время и соответствующие службы. Но я абсолютно уверен, что ни один врач, который прошел медицинское образование, не поступит так с человеком. Наверняка ситуация гораздо глубже. И там есть какие-то нюансы. Какие, мы со временем выясним и вам обязательно доложим. Ну сейчас, да, с этим событием разбирается полиция, выясняют все обстоятельства. Очень много там подноготные, конечно же. И поэтому мы не даем свои оценки и вам тоже не советуем этого делать. Но, Саша, ты знаешь, вот... Вот это загрустило. Загрустило, по-моему, Андриш. Глаза у тебя грустные. Ну, мне кажется, это легко объяснило. Осень. Ведь осень, осень, конечно же, она влияет, и она... Чувствуется ее дыхание во всем, ее влияние на нас. Нужно сказать, что есть два способа борьбы. Ну, один я сейчас озвучу, а второй чуть позже озвучу. Главный способ пойти на виноградник. Дело в том, что в этом году в Крыму ожидается беспрецедентный урожай винограда. Зима была очень теплая, и это очень способствовало тому, чтобы эта культура благоденствовала. Но есть второй способ. Знаешь, какой? Какой? Обратиться к нашему мобильному корреспонденту, Александру Кононову, который готов поделиться какой-то доброй, наверняка, новостью. Саша, доброе. У него всегда хорошее настроение, кстати. Мобильного корреспондента. Прямо сейчас я нахожусь на Московском кольце, где немножечко... Да, они дали нам возможность зарядиться позитивом от Александра Кононова. Но есть другой человек. Какой? Стефан Филатов. Он тоже готов поделиться теми способами, как можно преодолеть осеннюю хандру. Хандру, депрессию, наверное, которая посещает. То, что нам не нужно. Нам нужно только хорошее настроение, и давайте к нему обратимся через Стефана Филатова. Стефан Филатов. У многих осенняя хандра проявляется в повышенной раздражительности, сонливости и даже апатии. В попытке побороть поникшее состояние одни заранее запасаются медицинскими препаратами, другие записываются на прием к психологу, а третьи используют самые доступные методы. Шутки, смех и, как следствие, хорошее настроение. По результатам социологических опросов, юмор – один из самых популярных способов победить осеннюю хандру. Включаем стендап хорошего комика и готово. А еще лучше – шутить самому, изменив отношение к самым обыденным вещам. А теперь представьте, как после этого я добирался на работу. Ну а тем, кто не хочет общаться с людьми, да и тем более, когда день не задался – дорога на спортплощадку. Ученые выяснили, что люди, чья работа связана с физической активностью, намного реже любят погрустить. Также во время тренировки человек начинает глубоко и, что немаловажно, правильно дышать. При этом вырабатывается углекислый газ, который обладает противотревожным эффектом, успокаивает организм. Так что добавляем в режим дня регулярные тренировки и вычеркиваем из списка покупок носовые платки. Тем более, те, кто сталкиваются с проблемой ежегодно, знают, насколько важен режим дня. Правильное питание и полноценный сон. Хотя у каждого, конечно, способы свои. Саморазвитие возможно, что-то почитать, что-то узнать новенькое, общение. Это всегда поможет. Надо путешествовать больше, одеваться и идти в Крымские горы, идти на побережье, дышать воздухом. Я танцую в университете и на тренировках постоянно. Я, может быть, потому что отвлекаюсь, поэтому и не страдаю. Если ничего из перечисленного не помогает, пора задуматься, с тем ли вы боретесь. По некоторым признакам осенняя хандра схожа с депрессией. Только во втором случае дело обстоит куда серьезнее. Отсутствие желания что-то делать, отсутствие радости от занятий, которые человек раньше его радовали, сейчас они его абсолютно не вдохновляют. То есть это равнодушие, это агрессия немотивированная, это расстройство сна, расстройство питания. И эти симптомы должны длиться больше двух недель. Если больше двух недель, то уже есть все основания обратиться к специалисту. Особое внимание в борьбе с осенней хандро и депрессией специалисты акцентируют на цветотерапии. А где, как ни на выставке картин, найти такое обилие и буйство красок? Кстати, как показывает практика, после посещения всевозможных выставок у людей зачастую просыпается желание творить. А это и есть один из самых действенных способов победить плохое настроение. Стефан Филатов, Максим Турчев. Утро нового дня. Саша, ну что ж, мне кажется, еще самое время сейчас перейти к нашей гости, которая уже нас заждалась. Я предлагаю согласиться с тобой. А дело в том, что у нас сегодня в гостях не простой гость, а особенный. Меджет Эмель Газеева, директор Государственного академического музыкально-драматического театра. Ну, конечно же, мы будем говорить о тех премьерах, которые ожидают зрителя. Я думаю, что будет чем удивить. Доброе утро. Доброе утро. Ну, по всему полуострову стартуют театральные сезоны, и в вашем Крымско-Татарском театре тоже начинаются. Чем вы порадуетесь сегодня? Да, стартовал театральный марафон, стартовал во Владивостоке, в Мариинском дворце. И, да, и... Даже так далеко стартовал. Да, так далеко. 85 регионов России принимают участие вот в этом проекте абсолютно замечательном. Это фестиваль какой-то, конкурс был? Нет, это не конкурс, это из театра в театр. Передается символ. И каждый театр имеет такую возможность познакомиться с коллективами, новыми абсолютно. Это, например, вот у нас был Владивас... у нас был Волгоградский тюз со спектаклями. Циркма Шардам, это был детский спектакль, представленный для наших деток, очень интересный спектакль был. Это брачный договор был, спектакль для взрослых. Все это очень было интересно. Одно то, что передача символа, сам процесс этот, настолько торжественный, настолько интересный. Одним словом, проходит это мероприятие на очень высоком уровне. И это все очень интересно. Одно то, что есть мастер-класс, можно будет так сказать, потому как знакомиться с новым театром, это всегда интересно, это всегда что-то новое. Они что-то берут у нас, мы что-то берем у них, это всегда общение между театралами, оно близкое, оно нужное, продуктивное. Смотрите, а что же они взяли у нас? Что они взяли у нас? Ну, каждый театр уникален, будем так говорить. Если у нас вот восточные какие-то, больше восточные колории, это все равно для них, я так думаю, это очень интересно. У них актеры немножко в другом амплуа, наши немножечко в другом. Все равно в каждом театре свой уникальный стиль. Хотя жанры их и соединяют, но тем не менее. Ну вот мы передавали наш символ марафона, мы передавали в город Севастополь. Севастополь очень театральный город, зрители там очень тепло принимают, то они активные очень. И вот три дня работал наш театр в театре Луначарского. Мы там показывали первый день хиты 70-х, 80-х. Это очень хорошая концертная программа. Для деток была подготовлена музыкальная сказка «Красавица и чудовище». И как на закрытие, это была концертная программа о любви, будем так говорить. Ну, одним словом, проект очень интересный. Для нас вообще была очень большая честь, потому что из Крыма выбор выпал на нас. Мы с удовольствием, наш театр участвовал в этом проекте. А вот мне интересно, каким составом поехали, сколько человек, все ли смогли, взяли трупы, смогла отправиться? Я вам скажу такую вещь. Мы практически всю труппу задействовали, потому что это оркестр, это солисты, вокалисты, это балет весь участвовал в этом проекте. Ну и, конечно, актеры, потому что в сказке, как правило, участвует очень много актеров. И получилось, что практически 72 человека, мы работали в городе Севастополь. Я так понимаю, что вы в последнее время только гастролируете, и нет у вас времени на крымчан. Ну почему? Мы и по Крыму много ездим, мы вообще выездной театр, потому что такая специфика, что крымско-татарский народ, он живет в отдаленных местах, компактно проживает вот это и Джанкой, это Советский район, это Феодосия, Керчь. Мы ездим очень много, потому как им приехать к нам, это сложно, на самом деле это сложно. А площадки там есть? Площадки, конечно, это и в Керчи у нас очень хорошая площадка есть, и в Феодосии. И все театры очень тепло и радушно принимают, они нам предоставляют свои площадки и дома культуры. Поэтому как бы проблемы в этом нет, тем более сегодня, сегодня уже настолько вот это уже ремонты сделаны, это такие уже дома культуры, они и теплые, они уже и гримерками оснащены, они... Ну, приятно работать, ты заходишь, уже люди настолько хорошо работают на местах, будем... Ну, вот так скажу, потому что действительно это видно. Это дома культуры, они совершенно в другом сегодня стиле, вообще, ну, очень уютно. Конечно же. Очень уютно, очень хорошо. А вот такой вопрос. Впереди еще целый год сезона. Есть что-то новенькое, какая-нибудь изюминка, которую вы подготовили именно для этого года? Нет, ну, впереди мы, впереди это 20-е, но мы уже еще не закончили 19-е, будем так говорить. Мы начали... Ну, у актеров сезон начинается осенью, правильно? Да, вот, а, вы имеете в виду сам театральный. Конечно, театральный сезон мы начали премьерой, Севги и Киаеса, это любовная история, музыкальная комедия. Сегодня уже идет подготовка еще одной комедии. Впереди у нас юбилей 30-летия, мы будем праздновать 27 ноября. Юбилей будет разбит на два дня, мы его будем праздновать не в один день, а в два, потому как первый день это будет торжественная часть, это будут поздравления, награждения, это будут и гости у нас, я так думаю, и высоких гостей. Будем приглашать, конечно, это будет какое-то очень торжественное мероприятие, подготавливается самим нашими режиссерами. Вот, на второй день у нас готовится мисс Хоркоза, это легенда о девушке-русалке, вот, это второй день, так что... Почему такую грустную легенду выбрали, для того, чтобы отметить 30-летие? Потому что вообще, почему скажу, это для крымско-татарского народа, это как визитная карточка. Вот этот спектакль, он должен быть, он обязательно должен быть, и он будет немножечко в другом качестве преподнесен. Это будет... Это надо будет смотреть. Секрет. Это истереговали. Валенький вопрос только. Скажите, это будет музыкальный спектакль? Обязательно. Это будет и очень много аржировок крымско-татарских, народных песен. Это много будет вокалистов, солистов участвовать в этом спектакле. Я так думаю, это должен быть очень хороший спектакль. Кто является автором аранжировок и музыки? Автором аранжировок у нас... Вот у нас есть ребята-музыканты, Руслан Османов есть у нас. Ну, у нас работают над аранжировками. Оркестр подготовит все эти музыкальные произведения к этому спектаклю. Ну, я думаю, что... Ну, а вот вы еще упомянули в качестве новой премьеры эту музыкальную комедию. Повторите ее название, пожалуйста, про пару. Премьера «Севги и Киайсе». Это у нас любовная история, называется спектакль. Но я хочу отметить такую вещь, что вот 12 октября у нас будет астраханский танцевальный коллектив. Очень интересный. Это такое красивое будет шоу. Приглашаю всех наших зрителей, которые любят танцы. Это очень хороший коллектив, профессиональный коллектив. Я так думаю, что получат зрители удовольствие от этого вечера, который будет вечер танцев. Так, давайте рекламировать свои театры. Наш не уступает. Нет, наш не уступает. Конечно, наш не уступает. Вот сегодня у нас Асан Белялов со своим творческим концертом. 22-го у нас хиты 70-х, 80-х. Это в Севастополе, во всяком случае, с большим успехом этот концерт прошел у нас. А вот здесь я хотела уточнить, а на каких языках будут исполняться хиты? Английский. Английский? Да. Как-то неожиданно это слышать от вас. Это я, это очень интересный концерт. В принципе, я вас приглашаю. А почему выбор пал на английский? Ну, потому что в 70-е и 80-е именно вот эти хиты были очень популярными. Поэтому, ну... В общем, душа поет на разных языках. На разных, абсолютно на разных языках. К сожалению, беседа подходит носу, время спешит вперед. Я напоминаю, в гостях нашей студии Меджете Мельгазиева, директор Крымско-Татарского государственного академического музыкально-драматического театра. Большое вам спасибо за ваш анонс. Спасибо большое. Всем доброе утро. Ну, а мы продолжаем и прямо сейчас предлагаем посмотреть наш очередной сюжет. Он будет касаться безопасности нашего собственного жилища. Выбитые стекла у автомобиля, выломанная дверь, хищение имущества. В 21 веке охрана личного пространства вопрос скорее технический. На сегодняшний день в любой крупной компании невозможно обойтись без средств контроля и слежения. Но не стоит забывать и о собственном жилище, ведь обеспечить его безопасность может любой желающий. Александр – житель микрорайона Старый Город. Симферополец уверен, что жить без видеонаблюдения невозможно, особенно если район криминальный. Практика показывает, аппаратура не единожды помогала раскрывать преступления. С 2010 года три раза обращались сотрудники. Один раз сняли колеса с машины. Мы с соседом задерживали. Здесь, потому что я увидел в камеру, позвонил ему, он с одних ворот выскочил, а я со вторых. Один раз магнитофон взломали машину, вскрыли, то есть обращались. Один раз чуть выше тут магазин обокрали, я так понял, уходили по нашей просто улице. Теперь видеосъемку ведут круглосуточно. Для того, чтобы понять, что происходит на улице, достаточно просто включить монитор. Таким вот образом мы следим за видео, если какой-то или нужна какая-то, посмотрите, какой-то картинка. Подошел на телевизор и переключился, и вот у них все четыре камеры выходят прямо на телевизор. И двор, и улица со всех сторон. По данным МВД России, ежегодно в стране фиксируется более одного миллиона краш. Предупрежден, значит вооружен, уверены специалисты. Поэтому советуют выбирать эффективный, многоступенчатый уровень защиты. Самая надежная система безопасности – это охрана с помощью сигнализации, вывода на пульт Росгвардии. Это самые оперативные подразделения, которые имеют, то есть не только в Симферополе, но и в Крыму. Они самые мобильные, у них есть обеспеченные транспортом. Вот люди вооружены. Могут оказаться эффективными и камеры видеонаблюдения. Иногда их вида достаточно, чтобы отпугнуть злоумышленников. У нас, например, на базе наших камер и на базе нашего программного обеспечения мы интегрировали такие модули, как распознавание номеров, распознавание лиц, детекторы дыма, огня, подсчет посетителей. То есть все основные функции, которые могут воспользоваться как обычный покупатель, так и какая-то сетевая компания. Современное высокотехническое оборудование имеет систему удаленного контроля и позволяет отслеживать любые движущиеся объекты в радиусе 100 метров. Новая камера вот такая, она называется «Фишай», то есть переводится как «рыбий глаз». И данную камеру можно установить в центре помещения и при помощи видеорегистратора разложить на 8 отдельных картинок, чтобы смотреть полностью все помещение. 21 век – век технологий. Когда жилище под надежной охраной, можно не откладывать запланированную поездку или заграничный отпуск. Умная техника обеспечит надежную сохранность вашего имущества. Сабина Петренко, Андрей Псом, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Наш эфир неумолимо приближается к своему завершению. Поэтому хотелось бы еще раз поблагодарить Академию строительства и архитектуры за предоставленную нам сегодня площадку. Зимний сад. Именно здесь мы расположились. Здесь расположилась также мебель очень удобная. Компания Павила, которая нам предоставила этот комплект, гарнитур. И не один, кстати говоря. На который расположились и мы. Но, к сожалению, повторюсь, время подходит к концу. Мы не говорим вам прощайте. Мы говорим вам до свидания. И буквально совсем скоро, завтра, мы с вами вновь увидимся. В это же время, с 7 до 9, обязательно включайте свои телеканалы и настраивайтесь на хорошее настроение вместе с вами. С вами сегодня были Салия Салямова и Александр Ткачев. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»